В 23-й школе Ярославля посреди учебного дня необычайно тихо. Лишь изредка в пустых коридорах раздается автоматический звонок. Правда, радоваться окончанию уроков некому, ведь занятия здесь отменили на три дня. В среду стало известно, что качество воды в школьных кранах неудовлетворительное. Занятия пришлось прекратить, а детей отпустить домой. Впрочем, сами ученики такому продолжению каникул, конечно, рады. Пока сейчас лето, солнце, 4 дня у нас есть, можно погулять, пока еще немножко тепла есть. Исследование проводил водоканал. Как утверждают в школе, весь сырбор из-за аварии на сетях, произошедшей 8 сентября у 30-го дома по Корабельной улице. В конце лета качество воды в учебном заведении, как обычно, проверяли, и никаких отклонений обнаружено не было. Позвонили в водоканал, в чем анализы плохие, хотя бы номер акта нам дали, когда это все снимали. Сказали, все в Роспотребнадзоре, нам ничего это не объяснили. Кто будет брать пробу воды и как это делать, сказали, все, только обращайтесь в СЭС. Все учебный процесс отвечает СЭС. Водоканал здесь нам в помощи отказал. В водоканале, меж тем, своей вины в случившемся не видят. Здесь уверены причины во внутренних сетях школы. Возможно, у них где-то есть тупики во внутренней сети разводящие. Когда давление сняли с водопровода, соответственно, вода, которая стояла в этом тупике, попала в отборный кран, откуда потом производили отбор проб. Сегодня повторный анализ проводили уже специалисты Роспотребнадзора, а накануне школа за свой счет сделала промывку всего трубопровода. Как признается директор, сумму за такую услугу с учебного заведения взяли не такую уж большую. Но для прогона воды почти на сутки пришлось открыть все краны, и счет за кубометры может прийти немаленький. Понадобится ли тратиться еще раз? Завтра покажут результаты анализов. Микробиологическое исследование и санитарно-химическое. Микробиологическое содержание микрофлоры, микробов, а это санитарно-химический запах, цветность, мутность, окисляемость железа и остаточный флор. Если ситуация разрешится благополучно, корректировать школьную программу первой четверти, скорее всего, не будут. В противном случае, чтобы наверстать упущенные завнеплановые каникулы, школьникам могут сократить каникулы сезонные. Нина Колзин и Сергей Ватин. День в событиях.